Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Друзья, поздравляю всех ходлеров, туземунеров, криптолонгеров с тем, что биткоин уверенно уже даже не просто штурмует, а переписывает all-time high, ребята. Исторический максимум. Да, 70 тысяч мы взяли и в моменте ходили даже на 73 практически, но вот сейчас видим небольшой откат. Давайте приблизимся на 4-х часовик хотя бы и посмотрим, что у нас тут происходит. А если вам тоже небезразлична тема крипты и нравится такой контент, то не забудьте обязательно ввалить лайк и подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Вот, как вы можете видеть здесь ближе, уровень был взят, отритесчен даже вот здесь как поддержка, да, после чего мы отскочили и пошли выше. Все это напоминает, да, вот эту пружинку, которая скачет по лестнице, да, пластиковую. Только наоборот, она скачет вверх сейчас, вот. Это называется bull trend, бычий тренд, когда все растет и минимумы повышаются, максимумы тоже. Тем не менее, что хочется отметить, что да, все очень круто. Пока никаких, собственно, знаков тревожных нету практически, если мы смотрим на старших таймфреймах. И все настроены очень супер по быче. Это и настораживает, друзья. Посмотрите, вот на дневном таймфрейме мы с вами отросли вот отсюда с последней коррекции уже на 89%. То есть 2x уже биток дал вот с этого уровня, с уровня 39 тысяч, 38 500 примерно. И предыдущее сопротивление у нас было на 49 тысяч вот здесь. То есть, в принципе, можно здесь наблюдать что-то, какое-то подобие восходящего канала, в котором биткоин у нас с вами рос, начиная еще с самого дна, с 16 тысяч, да. Но там 16 тысяч-то долго не было, 17, это все-таки тут скорее дном можно назвать 20 тысяч, вот эти, это просто был закол, да. Но тем не менее, вот у нас была зона накопления, и мы из нее вышли и поперли наверх. Но на более глобальной картине мы с вами еще только-только выходим из общей зоны накопления. Вот посмотрите, по Бенджамину Коуну, по вот этим полосам логарифмической регрессии, это общая криптокапитализация, здесь не только биткоин, здесь с альткоинами вместе. Но тем не менее, посмотрите, мы долго-долго болтались вот здесь внизу в канале накопления, как и все прошлые разы, и вот сейчас, только сейчас мы из него выходим. Тем не менее, посмотрите, что у нас бывало в некоторых циклах, допустим, вот здесь. Мы только-только выходили за эту линию, и потом уходили корректироваться, и после этого росли, да. Вот здесь мы вообще даже за нее не дошли, и все равно ушли в коррекцию, и только после этого пробили. Здесь тоже, посмотрите, мы выходили, но, правда, на медвежьем тренде, и потом ушли вниз. И вот сейчас мы тоже подошли к этой линии. То есть здесь, как минимум, какое-то сильное сопротивление, и вероятный откат обратно вниз в зону накопления, по мне, так крайне возможен. То есть я не то, чтобы призываю сейчас вас шортить, просто я вам говорю мыслить шире. То есть, опять же, в долгу это все вообще будет ничего не значить, как вот здесь, как вот здесь. Потому что если вы инвестор, если ваша цель там 200-300к за биткоин, а лучше всего вообще, если ваша цель, конечно, это биткоин. Потому что я вам напоминаю, что один BTC всегда будет равняться одному BTC и 100 миллионам Сатоши. Чего не скажешь о долларе, кстати, потому что доллар-то у нас с вами, если вы правильно посмотрите на его покупную способность, то он сложился на 99,9% в периоде, понимаете, за последние 100 лет. Так что да, тут как бы еще с какой стороны посмотреть. Если вы инвестор, то вообще просто, просто так смотрите это видео и близко к сердцу ничего не берите. Вот. Напишите, кстати, в комментариях, вы больше ходлер, инвестор или спекулянт, трейдер. Потому что в целом в нас, конечно, уживается и то, и другое. Так вот, да, что я хотел сказать, что здесь сильные продажи у нас появились по TRDR, вот конкретно в этой зоне. Причем 69 тысяч они были, даже вот 63 они были, но не такие сильные. Вот 69 тысяч, 71 и 72, все еще сильный продавец у нас присутствует, лимитный. И по объемам тоже посмотрите, как вы видите, красные перехватили инициативу именно вот здесь, вот в этой вот зоне. Так что сейчас, на мой взгляд, наиболее вероятен все-таки краткосрочный шорт. Что, собственно, и заложено в самих словах лонг и шорт. Лонг – это длинная позиция, надолго, да, инвестиция. А шорт – это краткосрочная спекуляция. И, в принципе, можно заработать на падение. Плюс еще обратите свое внимание на то, что вот эта фигура, которую я здесь нарисовал, называется восходящий клин. По сути, это восходящий клин, который, может быть, конечно, не идеальный, потому что у нас вот здесь был из него выпад, да. Ну, окей, можно тогда это назвать вот таким вот восходящим клином. В любом случае, эта структура, эта фигура обычно пробивается вниз. Так же, как мы знаем с вами, что падающий клин пробивается наверх. Да, вот у нас, допустим, здесь был просто даунтренд. Ну, короче, когда цена вот так забивается, это потом пробивается наверх по теханализу на вершину клина, да. То здесь, соответственно, поскольку это восходящий клин, и вот сейчас он потенциально у нас с вами пробивается, то здесь, по идее, мы должны спуститься вниз этого клина. Поэтому, я вам еще раз говорю, здесь очень многое говорит за коррекцию. Падающие объемы и сам этот паттерн восходящего клина. Так что, да, готовимся ставить ведра или тейки, если вы шортите. Еще раз, я не говорю, что оно начнется прямо сейчас. Может быть, мы сходим чуть выше, но похоже, что, на самом деле, оно уже началось. Дисклеймер, не финансовый совет. Опять же, я же не говорю спекулировать, именно шортить, зарабатывать на падение. Я имею в виду что? Что можно просто хотя бы частично разгрузиться и выйти из лонгов. Что я, собственно, и сделал на наших любимых биржах, ребята. Bybit, Femex, DeepCoin, KuCoin. Ссылки на которые вы найдете в описании. И все подробности, как правильно торговать на этих биржах, также у нас на канале. Поэтому я сбросил большую часть позиций. Да, у меня здесь остались какие-то микролонги. Но вот прямо сейчас, на самом деле, я думаю, что я буду их подзакрывать еще наполовину. Потому что... Ну, USDT, ладно, здесь у меня вообще без ликвидации. Это уже, считай, инвесторская часть. А вот DOT, да, оно уже все немножко откатывает. И у меня здесь почему-то большое плечо оказалось. Потому что я выводил. Я много выводил. Поэтому по рынку сейчас пока прикрою половину позиций. Даже Litecoin, мой любимый. Несмотря на то, что он был выше 100 долларов. Но вообще Litecoin, кстати, круто пошел. Litecoin пошел круто. Но очень не хочется его сейчас здесь, конечно, прикрывать. Вон у меня, видите, расторговка флета. Я здесь закрыл, здесь снова открыл. И ту точку входа уже потерял. Вот чем плохо еще, когда вы активно трейдите и все время забираете прибыль. Вы теряете в итоге точку входа в Litecoin по 60, там в Bitok по 20 и так далее. Но зато вы имеете возможность войти и выйти в каждую свечку. То есть я сейчас здесь более активно так торгую. Пишу об этом, кстати, в телеге. Обязательно проверьте, что вы подписаны к нам в Telegram также. Потому что там гораздо больше апдейтов. И еще я вам напоминаю, что вы таким образом участвуете в конкурсе, в розыгрыше крипты. Если вы ставите лайк под этим видео, подписаны на канал, нажат на колокольчик. И подписаны на нашу телегу и бастион. А также являетесь рефералом хотя бы на одной из бирж, ссылки на которые в описании. Тогда вы автоматически участвуете в розыгрыше крипты, друзья. А, и пишите комментарии, конечно же. Вы пишите хороший комментарий. Пишите только желательно развернутые комментарии, они не очень короткие. Вот смотрите, вот, например, вот такой вот комментарий мы оставляем за свое право пропустить. Не дать ему приз. Потому что мы не знаем, наверняка, может, это боты. Вот, поэтому пишите более-менее живой человеческий комментарий. И на следующем стриме мы обязательно разыграем еще несколько призов. Разыгрываем мы, кто не знает, миллионы Сатоши. Что такое миллион Сатоши? Я думаю, вы прекрасно знаете, это 0.01 BTC или 1 сотая часть биткоина. Так вот, да, в общей сложности мы разыграем 100 миллионов Сатоши в честь пробития 100 тысяч подписчиков недавно еще у нас на канале. Кстати, уже 101 тысяча плюс, ребята, большое вам за это спасибо. Так что еще раз говорю, подписка, лайк, колокольчик, телега и пишите хорошие развернутые комментарии. Тем не менее, мы видим продавца по нашему любимому скринеру TRDR, который показывает заявки из всех крупнейших бирж со всех стаканов со спота. То есть, это не просто какая-то ерунда, это реально аналитика данных. Вот, мы видим что? Мы видим понижающийся объем. То есть, еще раз говорю, я не медведь, но в краткосроке я вижу наиболее вероятным сценарий, что мы с вами сейчас в какой-то момент, если не прямо сейчас, то очень скоро развернемся и как минимум протестируем хотя бы верхнюю границу вот этого канала, который мы с вами обозначили, восходящего канала. Это как минимум, зависит от времени, но хотя бы вот на 56-57 тысяч мы должны сходить по-любому, а то и ниже полтинника на самом деле. Вон, опять же, посмотрите, какие тут стенки плотные. В принципе, серьезно плотные стенки вот здесь по, что это у нас, Кракену или что это, Хобби, ОКекс, Фиолетовая, Фиолетовая биржа, это у нас кто? Кракен, да, это Кракен. Вообще тут серьезные стенки от 49 тысяч начинаются, лимитные, на поддержку. Но, тем не менее, мы видим перевес, тут и продавца-то уже нет, посмотрите, у нас с вами никто, помните, все говорили, не будет all-time high, максимум там, максимум 52, кто-то до этого еще говорил, максимум там 28, сколько там, 35. Короче, мы уже прописали all-time high, и тут продавца-то толком-то и нет. Смотрите, вон, до 100 тысяч, тут даже на 100 тысяч перевес как бы не такой особый. Тут вот перевес от полтинника где-то уже по 200к. Короче говоря, все настроены дико по быче, поэтому, на мой взгляд, вероятен как раз такой вот сценарий с выходом вниз. И также, еще наиболее вероятен, на самом деле, сценарий до халвинга, что мы вернемся в зону средних значений примерно. Помните, мы с вами, если вы давно подписаны на канал, мы с вами эту зону средних значений уже очень давно ведем. Вот она как будет выглядеть, посмотрите, мы ее еще с предыдущей бычки смотрим. И когда мы сильно-сильно улетали вниз, я вам это говорил, что мы даже если еще медвежка продолжится, мы как минимум туда отскочим. Вот этот восходящий канал, опять же, потому что через время идет переоценка активов. Так что предыдущий пик через несколько лет становится уже новым дном. Вот, поэтому здесь, конечно, да. С одной стороны, мы можем сейчас пойти выше еще куда угодно, ребят, хоть на 100к улететь на ETF. Но потом, на мой взгляд, высока вероятность, что мы как минимум вернемся хотя бы на ретест вот этого канала, туда, где мы сейчас. А, скорее всего, я вижу раньше более какую-то такую коррекцию. Вот хотя бы куда-то сюда, смотрите, тут у нас и восходящий канал, средняя граница. Можем и вниз пощупать, ликвиднуть. Прикиньте, сколько там будет ликвидности вот здесь вот собрать стопы лонгистов. Так что да, готовимся к коррекции по-любому. Несмотря на то, что в макро все выглядит просто очень по-бычи, нереально по-бычи. Вот. Опять же, с дисклеймером, если все улетит сейчас на 100к, то гринни не виноват. И вы не виноваты. Никто не виноват. Просто мы не можем всегда угадывать и быть в плюсе. Иначе мы были уже просто триллионеры, правильно? Вот. Тем не менее, да, обратите внимание, что альты, многие, в отличие от этого, еще не то, что не all-time high переписали, а еще даже от all-time low не сильно отбились. И да, сейчас действительно может начаться альт-сезон. Вот посмотрите на лайткоин, как он хорошо попер. Я думаю, что лайт я пока подержу, может быть, буду даже на просадках наращивать. Лайт, я думаю, должен улететь и переписать all-time high уже очень-очень скоро, потому что там два халвинга в цене никак не отражены. Потом, что мы видели? Рипл, да, мы видели, как пошел. По риплу тоже, кстати, я взял небольшой лангец на байбите. Ну вот он тоже только-только выходит из накопительного канала. Тут, конечно, вероятен какой-то, может быть, ретест. Я думаю, что сейчас в целом на ретестах надо будет брать. И я не то, что за прям супер большую коррекцию по биткоину. Еще раз говорю, на ETF он может улететь. Если мы переводим вот эту логарифмическую шкалу в линейную, то это будет выглядеть вот так, понимаете? И даже если там сейчас будет какая-то коррекция вот здесь вот внутри, там 24, между 24 и 25 годиком, то это все покажется прямой линией, понимаете, в долгосроке, когда мы увидим биток там за миллион долларов и так далее. Поэтому не теряйте голову, торгуйте осторожно. На таком флете легко проторговать все деньги и на пампах-дампах. Так что используйте только часть своих средств для трейдинга на бирже, а часть храните, накапливайте в долгу. Вот, зацените еще биржу Дипкоин. Она совершенно замечательная. Здесь куча инверсных контрактов, да, то есть можно держать прям сами вот эти монеты и ими торговать. Вот Биткоин Кэш, Линк, Лайткоин, Рипл здесь есть. Я присматриваюсь пока к Биткоин Кэшу, к Линку, в плане, в какую позицию войти. Возможно, это будет хеджевый шорт ненадолго и потом лонг. Возможно, это уже будет откуп просадки, если я не успею зайти в хороший шорт. На бирже Femix также зацените, зарегистрируйтесь, потому что если вы на одной бирже до сих пор торгуете, я в чате читаю, что на Binance до сих пор люди торгуют. Вы бы еще BitMix вспомнили или Polonix. Зарегистрируйтесь обязательно на Femix, на Дипкоине, на Кукоине, я не знаю, на каких-то других биржах, на Мексисе, где есть куча других возможностей. Например, на Femix есть суперкрутая возможность заимствовать BTC под 1,3% годовых. И вы можете набирать любой кросс-портфель альтов к Биткоину. Я это показываю часто, как делать. Несмотря на то, что хоть здесь и нет прямых пар, но это можно делать. Вот. Альткоин сезон, ребята, уже здесь. Не забывайте об этом. При этом это все еще Биткоин год. И как мы видим из этого графика, в долгую нам нужно накапливать альткоины. Все, что ниже 25, вот здесь по этой метрике, мы накапливаем альткоины. После этого идет выстрел, конечно же, если он идет, но, как правило, пока что он происходит. То, что называется альткоин годом. И мы разгружаемся, соответственно, уже с вами на десятки, двадцатки, если не сотни иксов. Вот. Рынок – это машина, где деньги получают те, кто умеет ждать, а те, кто ждать не умеет. Не забывайте это. И помните еще, что у нас Биткоин халвинг. Через 40 дней примерно, в 20-х числах апреля, у нас с вами будет знаменательное событие – халвинг биткоина. Халвинг биткоина в краткосроке не может нам сказать, какое будет поведение цены. То есть, вот у нас были уже три халвинга в 12-м, 16-м и 20-м годах. Но, как мы с вами понимаем, кто не в курсе, халвинг – это когда майнерам уполовинивают награду за нахождение блока. То есть, грубо говоря, это то, что создает дефляцию биткоину. То есть, обычные бумажные деньги, их постоянно печатают, допечатывают еще, поэтому они подвержены инфляции, обесцениваются. Биткоин же наоборот. Его все меньше и меньше можно добыть, и в конечном счете будет 21 миллион биткоинов, и все. И сейчас, кстати говоря, чтобы вы понимали, уже из них добыто 19 миллионов 650 монет. То есть, осталось добыть всего 1 350 000 биткоинов, друзья. И это произойдет, последний биткоин будет добыт примерно в 2100 каком-то там году. Короче, через 100 лет только. Так что, конечно же, это в долгую, вон, вы видите, что сделает с ценой. То есть, в долгую, мы должны понимать, что в долгую каждый халвинг, ну, как бы цена, грубо говоря, минимум в 2 раза должна вырасти, чтобы это было так же профитно по затратам на электроэнергию и так далее. Но, как показывает практика, цена вырастает гораздо больше раз. Вот у нас после первого халвинга цена выросла на 9 тысяч процентов, и даже на дне медвежьего рынка следующего она была 1300 процентов оттуда. Ну, и мы так можем дальше с вами измерять. То есть, у нас после второго халвинга цена выросла на 3000 процентов, и даже на дне была на 500 процентов выше. После третьего халвинга у нас цена выросла на 700 процентов, и даже на дне медвежьего рынка она была на 100% выше, но как мы видим с вами, да, что у нас, мы имеем дело с уменьшающимися, уменьшающимися, да, правильно сказал, возвратами, уменьшающимися возвратами, то есть все меньше и меньше иксов биткоин дает, но вот здесь, учитывайте, что здесь не было такого безумия на традиционных рынках, как сейчас, за последние 5 лет вот здесь с ковида, с ковида, напечатали долларов, чтобы вы понимали, только по официальным данным, где-то x4 или x5, то есть в 4 или в 5 раз больше долларов напечатали, чем за все 100 лет, понимаете, до этого, то есть там как бы вот такая экспонента маркеткэпа доллара идет и маркеткэпа тезера, так что с этой точки зрения в этот раз я верю в то, что мы можем даже переписать эти, понимаете, уменьшающие возвраты и сделать больше возвратов, чем в прошлый. А вы как думаете, напишите в комментариях, способен ли биткоин улететь на миллион долларов или какой ваш прогноз на этот холдинг в этом цикле, какой будет пик у биткоина, 200-300 тысяч долларов или 90-ый, медведь, бык, напишите свой вариант в комментариях. А у меня на этом все, спасибо, что смотрите, с вами был Гринь от канала Крипто Комманс, обязательно ставьте лайки, стопы, тейки, пишите комментарии, участвуйте в конкурсе и увидимся в следующем видосе, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok